Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее. Мы переходим к делу. Смотрите сегодня. Мэн Хан 2. Антигуманное и садистское действие, стилизованное под снаб. Стелс-экшен про то, как один отморозок обстоятельно режет других отморозков. Ниндзя Блейд. Новый экшен про супер-ниндзя. В этой игре нам предстоит защитить город Токио, а впоследствии и всё человечество. Лас Халф оф Даркнесс. Томб оф Зоя. Старомодное, на грани с архаичным произведения, проблема которого кроется там же, где его достоинства. Коул оф Дьюти. Модерн Уорфей 2. Продолжение одной из самых ярких игр из серии Коул оф Дьюти. Действие разворачивается в наше время. А сюжет обладает всеми отличительными чертами западного боевика. Серия Лас Халф оф Даркнесс. Почетный реликт приключенческого жанра. Первая часть вышла аж 19 лет назад, в 1990 году. С тех пор все игры под этим брендом характеризуются двумя чертами. Во-первых, делает их один и тот же человек, Уильям Роберт Фишер. И во-вторых, они действительно могут вас напугать. О том, до какого состояния способны довести игрока последовательное перемещение по статичным, вручную отрисованным экранам, мы знаем еще по Скрейчерс. Меткая работа со звуком, мрачные интерьеры заброшенных склепов, плюс удивительно эффективная мультипликация, электризуют игровое пространство почище, чем в Пенумра. Фишер, кажется, накручивает напряжение до бесконечности. И в какой-то момент невинный шорох в углу может стать причиной преждевременного заикания или нервного тика. Воздух в пустых склепах, брошенных домах, барах и магазинах искрит напряжением. Периодически в темноте загораются два неморгающих глаза. Из-под кровати вываливается грустный зомби, а по коридору кто-то невидимый тащит труп. Мы видим лишь ноги, исчезающие в проеме темной комнаты. Ну и конечно, игра пользуется нашим врожденным любопытством, подбрасывает недвижимые фигуры, которые сидят к вам непременно спиной. Вы, разумеется, подходите, кликайте на персонажа мышью, после чего издаете протяжный визг, а герой по ту сторону экрана теряет сознание. Системные требования игры следующие. Процесс, работающий на частоте 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На шостком диске Last Half of Darkness Tom of Zoya займет 3 ГБ. Обязательные квестовые упражнения совершенно не мешают истории. Все загадки вписаны в повествование самым логичным образом. Сборы применения предметов разбавлены пазлами и мини-играми разной степени сложности. Никто при этом не собирается угождать игроку. Головоломки, как в старые добрые времена, заставляют пользоваться блокнотом и карандашом. Но никакой натянутости и надуманности. Не раз и не два эта игра позволит вам испытать чувство глубокого удовлетворения того, что вы сами с помощью собственного головного мозга нашли решение. Фанаты квестов игру оценят, все остальные не продержатся и пяти минут. Четверка за геймплей. Что касается графики, то тут все ясно и без слов. Время идет, а игры вроде этой не меняются. Впрочем, хорошего здесь мало. Сложно представить себе новоиспеченного фаната серии Last Half of Darkness. В основном это игроки старой школы. Двойка за внешний вид. Вильям Роберт Фишер и его помощники, отвечавшие за звук, по-прежнему творят чудеса. Практически на голом энтузиазме выпускают удивительно атмосферные хоррор-квесты. Четверка за звук. Проблема Last Half of Darkness кроется там же, где ее достоинство. Это старомодное, на грани с аркаичным произведением. Игра совершенно невосприимчива ко всему, что происходит с жанром, интерактивными развлечениями и современными технологиями. Тройку получает сегодня Last Half of Darkness – Tomb of Zoya. Да, это настоящий андеграунд. Перед началом игры советую вам включить воображение, выключить свет и избавиться от всех посторонних шумов. А чтобы не возникло заминок, мы подготовили ответы на самые частые вопросы по игре Last Half of Darkness – Tomb of Zoya. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий вопрос. Как мне забрать шкатулку со стола в комнате, где сидит какой-то страшный человек? Он ее, похоже, охраняет. Отвечаем. Первым делом отправляйтесь в ванную комнату. Там найдете полотенце и пустую банку из-под таблеты. Она лежит в раковине, а значит, лекарство могло просыпаться и остаться в трубе. Отправляемся в подвал за инструментами. Но вход преграждает струя пара. Кидаем на пробитую трубу полотенце и спускаемся в подвал. Там берем плоскогубцы. Отправляемся обратно и по дороге заходим на кухню. Здесь нам интересны бутылка вина и оливковое масло. Последнее нужно, чтобы смазать ржавые плоскогубцы. Оказавшись в ванной, откручиваем гайку с трубы под раковиной и находим таблетки. Остается только растворить лекарство в бутылке с вином и отдать получившийся раствор охраннику. Через какое-то время он уснет. И вы без труда заберете шкатулку со стола. Ниндзя Блэйд! Это слэшер от компании From Software. В этой игре нам предстоит своими руками откручивать лапы к гигантским паукам и спускаться с небес на ревущем мотоцикле. В главной роли, как вы уже догадались, ниндзя Супермен! Повальное увлечение японской культурой – это не так уж и плохо. Но сколько уже вышло игр про ниндзя? Количество подобных проектов, вероятно, приближается к числу реально существовавших ниндзя за всю историю Японии. Однако студия From Software считает, что хороших ниндзя много не бывает. Главный герой этой игры зовется Кеном Агавой. И живет он не в какой-то там эпохе Токугавы, а в совсем недалеком будущем, а именно в 2015 году. Без катастрофы, как водится, не обошлось. Снова какая-то эпидемия, паразиты, мутанты и всеобщая депрессия. Враждебная сила превращает живых существ в машину убийства. Повсюду лезут огромные твари, похожие на гигантских личинок, и вообще творится непонятно что. Наш герой и стайка таких же, двинутых на восточных единоборствах товарищей, решила победить мировое зло во всех его проявлениях и, вооружившись до зубов, решила дать бой этим жутким существам. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц. 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра Ниндзя Блэйд займет 5 ГБ. По паспорту Ниндзя Блэйд Слэшер. Наш главный герой, суперниндзя, вихрем носится по токийским бизнес-центрам, подземным тоннелям и крышам небоскребов и месит в труху мутантов и этих самых личинок. Для этого у главного ниндзя есть три мича с различными свойствами. В дополнение к клинкам главный герой носит за спиной сюрикен, который в зависимости от ситуации может сжечь врагов огнем, бить шквальным ветром или жалить электричеством. Четверка за геймплей. Проект был ориентирован в первую очередь на консоли последнего поколения, поэтому картинка в игре соответствующая. Не сказать, что плохая, но и нехорошая. Что впечатляет, так это ритм, с которым в игре происходят какие-нибудь действия. Четверка за графическое оформление. Звук в игре хорош. Все звучит очень динамично и идеально вписывается в атмосферу проекта. Музыка также не осталась без внимания. Местами она спокойная, а местами очень и очень драйвовая. Пять баллов за звук. Ниндзя Блэйд получился таким классическим экшеном от третьего лица, наполненным различными фантастическими трюками. Вся игра пронизана духом сарказма. Видимо, разработчики и сами понимают, что тема воинов в тени заезжена дальше некуда. Поэтому мрачного пафоса не получилось. Нет, конечно, игра не юмористическая, но иногда приходится сталкиваться с настолько абсурдными ситуациями, что без смеха не взглянешь. Общая оценка игры 4 балла. Ниндзя Блэйд стоит увидеть. Не за какие-то выдающиеся геймплейные находки, а просто потому, что гигантские насекомые, катаны и ниндзя в шелковых шароварах – это очень и очень красивое зрелище. Помимо всех этих прелестей, в игре присутствуют труднопроходимые места. О некоторых из них мы расскажем вам прямо сейчас. Первый вопрос. Подскажите, я дошел до одного места. Вокруг меня стены, и я не знаю, куда мне идти. Двери все закрыты. Что делать? Отвечаем. В игре есть комбинация клавиш. A плюс пробел. Нажимать нужно одновременно. Это сочетание поможет вам сломать преграды. Следующий вопрос. Подскажите, как пройти босса, который похож на статую? Отвечаем. Необходимо бить его по рукам, а потом, когда он приблизит свою голову, лупить по ней. Лучше всего использовать двойные мячи. Следующий вопрос. Подскажите, как сломать стену там, где темная комната и много зеленых контейнеров? Отвечаем. Рядом с костром на стене трещина. Там бонусная зона. Второй – на противоположной стороне. Есть еще и третья трещина на стене. Но тут пролома не получится. Это просто декор. Смотрите далее. Man Hunt 2. Антигуманное и садистское действие, стилизованное под сна. Стелс-экшн про то, как один отморозок обстоятельно режет других отморозков. Call of Duty Modern Warfare 2. Продолжение одной из самых ярких игр из серии Call of Duty. Действие разворачивается в наше время. А сюжет обладает всеми отличительными чертами западного боевика. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп, реклама пошла. Так, тишина в студии. Друзья мои, мне надо записать важную мысль в ЖЖ. Только вот какую. Сделай паузу. Скушай твикс. Один из самых заметных представителей в жанре психоделик-экшн сиквел Man Hunt заглянул, наконец, и на PC. Появление игры на консолях сопровождалось в свое время скандалом, связанным со статусом игры только для взрослых. И дело было, поверьте нам, отнюдь не в клубничке. Впрочем, смотрите и сами все поймете. Витиль подожгла британская комиссия, сотрудники которой отказались выдать Man Hunt 2 рейтинг, что фактически означало запрет на выпуск игры в Англии. Стоило Rockstar заикнуться, что они тут заняты узкоспециальным и трактивным искусством, как цензорские комиссии сорвались с цепи. В результате случился настоящий медиавзрыв. Заворачивают готовую игру. Именно в эту минуту Man Hunt 2 стал звездой. Поборники нравственности праздновали победу. Сотрудники Американского национального института по проблемам семьи и медиа говорили что-то про божий суд. А глава британской палаты общин присвоил рейтинг Эдди Утонли самой индустрии видеоигр. По поводу Man Hunt 2 выступил даже патриархамство и неполиткорректности автор серии Постал Винс Дэзи. Опальный сиквел превратился в контркультурную звезду. И вот ровно год спустя мы лицезреем релиз на PC. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 512 МБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Man Hunt 2 займет 4 ГБ. Суть геймплея осталась прежней. Герой бегает по трущевым и больничным коридорам. Ползает по вентиляционным шахтам. Прячется в темных подворотнях и выжидает момента, когда враг повернется к нему спиной. Перевлечь к себе внимание можно, например, задев стул или разбив об асфальт бутылку. Главгерои тут же сбегутся все в округе. Регулируя уровень возбуждения врагов, получается не столько эффектно с ними расправляться, но и доводить несчастных до нервного срыва. Наша оценка геймплея 5 баллов. Уровень жестокости, причина всех проблем с цензурой, вырос в разы. Среди прочих экзекуций можно, например, отковырять врагу голову лопатой. Или совершить особую казнь. Места, где это можно сделать, помечены на карте выразительным черепом. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Что касается звука, то тут он исполнен в лучших традициях таких мастеров жанра, как Стэнли Кубрик, которого, кстати, разработчики цитируют чуть ли не в каждой голове. Мрачная музыка, крики из темноты и хрускостей. В Мэнхан 2 этого добра хватает. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Игра стала еще мрачнее, а геймплей суровее. Мэнхан 2 не просто увлекательное упражнение в садизме. Это рассказ о муках психа, растерзавшего свою семью. Сюжет ковыркается самым непредсказуемым образом. Мы узнаем бессовестную правду про самого Лэмбо, да и про то, что Пикмен был дьявольским проектом не менее дьявольских людей. Наша общая оценка Мэнхан 2 – 5 баллов. Кратко, Мэнхан 2 можно охарактеризовать, если вспомнить слова Хантера Томпсона. Слишком дикий, чтобы жить. Слишком редкий, чтобы сдохнуть. Этот проект, конечно, никогда не достигнет тех высот популярности, на которые забралось другое детище студии Rockstar – GTA. Однако, внимание, безусловно, заслуживает. Первый вопрос. Я нашел машину для мусора, но не могу понять, что там делать дальше. Отвечаем. Вам нужно убрать свежие трупы подальше от любопытных глаз. Неподалеку есть темные места. Они лучше всего подойдут для этой цели. После этого вернитесь к машине с мусором, начнется ролик, и, посмотрев его, вы двинетесь дальше. Следующий вопрос. Объясните, как выполнять желтые и красные казни? А то мой перс какой-то слишком мирный по сравнению с тем, что было в трейлерах. Отвечаем. Когда подкрадываетесь к врагу, не спешите сразу стукать его по голове. Подержите подольше левую кнопку мыши, тогда цвет курсора начнет меняться. Чем дольше держите, тем жестче будет расправа над врагом. Не терпится поделиться с вами радостной новостью о том, что в ближайшие выходные на канале Муз ТВ в проекте Cinema Game вы сможете увидеть новую серию приключений Сэма и Макса, офицеров вольной полиции. Я вернулся в ваш мир. В следующем деле неутомимых офицеров вольной полиции Сэма и Макса им будет противостоять ни много ни мало президент Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте, дорогие зрители. Говорит ваш президент. Когда я три года назад вступил на пост, я клятвенно обещал заботиться о народе. Президент под гипнозом. Я могу смело сказать, что я клал на обещания. Игрушечная мафия. Неделю теперь комната допроса проветривать. Огромная живая статуя Авраама Линкольна. Я вас всех превращу в моих гипно-рабов. И, конечно же, новая профессия Сибил. Я, Сибил Пандемик, отныне подбираю пар... Света в следующих сериях приключений Сэма и Макса. Сам жду не дождусь следующих выходных. Такого больше нигде не увидишь. Не пропустите. Cinema Game. Кино по вашим любимым играм. Вот и дождались. Call of Duty Modern Warfare 2. Игра, которая заставила понервничать многих. Кто-то расстроился за задержкой активации на несколько часов после старта продаж. Кто-то не спал всю ночь и пропустил учебу или опоздал на работу. Но, скажу вам честно, эта игра стоит таких жертв. Modern Warfare 2. Эдакая интерактивная версия голливудского боевика. У игроков действительно появилось больше свободы, больше вариантов, но только там, где это оправдано сценарием. Все происходящее по-прежнему подчинено основной сюжетной линии. Многие геймеры ждали от этой игры полноценной поддержки кооператива. Но разработчики отказались от этой идеи ради целостности повествования. Про сам сюжет лучше ничего не знать. Там опять космическая глупость, отлитая платине. И что самое главное, с игрой Call of Duty World at War эту разработку ничего не связывает. Кстати, кооперативный режим все-таки есть в режиме спецоперации, но только в виде отдельных миссий, не связанных с сюжетом. Из интересных моментов стоит отметить возможность приобретения специальных изданий игры. Так, для консоли в престижном издании вы обнаружите прибор ночного видения. Кроме того, разрабатываются специальные манипуляторы в виде автоматов, а также стилизованные геймпады, микрофоны, гарнитуры, мыши и клавиатуры. Игра очень неплохо оптимизирована, поэтому рекомендуемые системные требования не кусаются. Двуядерный процессор с частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 12 ГБ на жестком диске. Ого! Ещё как! Выделенных серверов и перки, и системы достижений, а также поведение оружия и, конечно же, то, как всё это выглядит. Поэтому смело ставим 5 баллов за игровой процесс и перейдём к самому вкусному. Графика в этой игре, наверное, самый главный элемент интереса. Всё настолько подробно детализировано, кадр аккуратный и местно заполнен множеством анимированных объектов. И главное, всё это сочное великолепие выглядит очень завораживающе и не тормозит даже на средних по мощности машинах. Добавляют зрелищности хорошо продуманные видео вставки и обилие спецэффектов. Мы снова не можем поставить меньше 5 баллов, теперь уже за графику. Не меньше похвалы заслуживает и звуковое оформление. Это касается как музыкального сопровождения, так и работы актёров. Причём слушать их будет приятно как на русском языке, так и на английском. Дело вкуса. Мы ставим 5 баллов за звук и предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры, чтобы самим оценить звук. Так, она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И, похоже, эти ребята совсем не рады ему. Стоуст, у нас проблемы. Ложись, ложись! Ну, входит, за ним быстро! Гоу, стас, водитель убит. Идём пешком. Жди нас угостили. Call of Duty Modern Warfare 2. Эта игра обязательна для ознакомления. Это современный, красивый и продуманный блокбастер в индустрии компьютерных игр. И одиночная кампания — это только затравка перед бесконечными онлайн-баталиями. Хотя их состоятельность покажет только время. А пока наша общая оценка игры — 5 баллов. Call of Duty Modern Warfare 2 — игра, которая готова вас как порадовать, так и немного расстроить. Смотря как вы сами к ней отнесётесь. Но мне она однозначно понравилась. И сингл, и мультиплеер. Поэтому не буду терять время и отвечу на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Как мне поиграть в жёсткий режим в мультиплеере? Отвечаем. Для этого нужно прокачаться до определённого уровня, который указан при наведении указателя мыши на этот режим. Вообще в игре очень много ограничений на уровень игрока. И скорее всего большинство вопросов отпадёт через несколько дней игры. Следующий вопрос. Как изменить ник игрока в мультиплеере? А то есть пользуется адрес электронной почты, а это небезопасно. Отвечаем. Имя пользователя можно изменить в настройках Steam. Следующий вопрос. Что дадут при достижении 70-го уровня и неужели на серверах 18 игроков? Отвечаем. За достижение максимального уровня вам дадут автомат Калашникова. Ограничение 18 человек на сервер действительно есть. Впрочем, это не так уж и плохо. Не будет тупого мяса. Внимание! Канал Муз-ТВ и Проект Фак объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свои резюме на наш электронный адрес faqsobaka.musdefistv.ru Тема конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться. вап.musdefistv.ru Я всегда в твоем мобильном. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...